здравствуйте дорогие друзья вы на канале корпорация зеленая планета и сегодня мы будем на этом вот красавцы менять датчик давления масла так позвонил я сервисный центр компании компания без проблем я приехал к ним дали датчик давления масла объяснил причину объяснил суть без проблем все сразу далее предложили приехать самим применять ну так как я думаю тут ничего сложного даю идею ребятам тоже своей работы хватает я сказал если я поменяю спросил если я поменяю сам гарантия не повлияет ли это на гарантию мне сказали что нет вопросов если не справитесь звоните подъедем во время поможем вот и так для того чтобы поменять датчик давления масла нам надо будет снять пую панельку я ее уже снял открутил она крепится на четырех болтах на 14 здесь нам понадобится открутить вот это вот панель для этого понадобится нам ключик на 8 и сюда спад внизу немножко неудобно конечно но и нам придется открутить сейчас я попытаюсь как-то сфокусировать показать вот таких вот вот таких вот четыре гайки по моему раз два три 4 4 или 5 гаек после этого по идея это приборка должна выйти вверх можно попробовать с этой стороны спад капота но я думаю оттуда будет удобней но я проверю так и так так ребят я открутил панель получается 4 гайки удобнее с этой стороны подкручивать и одну гайку под капота вот здесь средняя удобнее будет под капота так снимаем аккуратненько сейчас я помечу какие фишки вернее подключая фишки чтоб удобнее было ну тут фишки отключил все равно немножко неудобно и вот сразу же причина подтекания это вот видите в датчике обломано то есть тут все нормально обломано вот это вот когда затягивали знаю но это же на заводе на и наставили но по какой-то причине перетянули или что и получается вот это вот заломано было я отсюда шла течь сейчас я буду это снимать и менять датчик вот друзья вот смотрите вот видите это вот было обломано я не знаю получается хотя по идее на 100 на стрелку идет ну не должно это влиять ну факт в том что он не работал и тек видите это вот туда провалилась была обломана где-то что-то нарушена но естественно шла течь вот сейчас будем ставить но новый датчик у нас ну естественно тоже китайский глупо было бы на китайский трактор ставить немецкий датчик конечно шутка и желание можно поставить немецкий но не ставьте пока не закончится гарантийный срок обслуживания я с компанией согласовал мне разрешили самому это заменить но пока гарантийный срок обслуживания то лучше в трактор самому не лезть дабы не возникало потом никаких вопросов вот номер синтаевский по моему синтаевскому трактору ну в общем они я так понимаю взаимозаменяемые так вот датчик что мы имеем обычный датчик этот будет у нас по бюджетней еще бюджет не чем был так как в этом видите датчики была подсветка вот сюда вот лампочка вставляется этот датчик идет без подсветки но не суть нам это не важно по сути ну и этот который заводской был он потяжелее как-то помощнее вот конечно вот это вот штучка подвела здесь здесь нету лампочки но не суть я все равно потом когда выйдет гарантийный срок обслуживания и я буду все вот эти вот китайские датчики менять либо на жигулевские его ну посмотрю москвичевские там какие-нибудь советские наверно вот либо на более сомнил современные какого-нибудь производителя даже будет и китай мы более такой знаете понадежнее потому что эти датчики все равно мне кажется ну не внушают они доверие вот ну что же давайте буду менять друзья датчики поставил на место прикрутил не забываем прикрутить прикрутить провод минусовой этот вот датчик он дальше идет к кузову вот и не забываем подключить все фишки на место друзья тут есть еще такой вот красный провод он идет к датчику температуры не знаю почему он как бы без фишки но если вдруг он вылетит как у меня я просто помечал чтобы все фотографировал на всякий случай чтобы ничего не забыть поэтому я мог понять откуда он вылетел вот есть такая вот фишка здесь и вот он идет вот вот правое верхнее гнездо к розовому проводу красному розовому такому бледно вот сюда он подключается вот но так сейчас буду собирать панель на место пробовать заводить проверять когда друзья еще обратите внимание если у вас трактор так же какие у меня стоит на улице то в холодное время года ну естественно где-то там влажность появляются вот капельки воды естественно если минусовая температура замерзает трактор оборудован так называемой лягушкой то есть что это значит вы его не заведете пока не выжить под педаль сцепления это сделано для того чтобы ну для безопасности если вдруг забудете если трактор на передаче включен и по-моему это по белорусским законам гаи или технадзор требует чтобы устанавливали был оборудован вот этим вот как бы такой системой безопасности можно так сказать и так вот что я хотел сказать вот видите тут стоит так называемая сейчас я вот лягушка вот и она и нажатии на педаль при выжиме педали она должна вниз отходить то есть отщелкивать видите может такое быть где-то если проехали по воде или где-то что-то вот а вот лягушка может подмерзнуть как бы запасть туда но это ничего страшного лучше можно нагреть чем-нибудь она отскочит поэтому лучше вот это вот все вот эти вот такие вот места все вот эти места где может попасть вода где может примерзнуть и где может что-то не работать лучше чем-то обработать водоотталкивающим вот я сначала тоже хотел завести не заводится но я как-то сразу посмотрел аккумулятор ну думал мало ли может где-то зарядка не давал генератор вот аккумулятор все хорошо все нормально в норме и сразу же я вспомнил что оборудован он такой вот системой что без педали без нажатия выжить выжить во сцепление он не заведется естественно я сразу полез смотреть лягушку и ну естественно на примерзла вот я нагрел ее зажигалкой она щелкнулась без проблем так развелся вот и сейчас вот на 5 у нас сейчас пока на улице минус небольшой не вот пока я откручивал панели она немножечко опять схватилась но это ничего страшного там еще есть регулятор может и плюс еще обработаю чтобы отталкивалась чтобы отталкивать выталкивать воду жидкость какую-либо влажность вот ну чтож продолжаем собирать панель и будем пробовать запускать смотреть как работает новый датчик ну вот друзья завел я трактор пока эту панель не прикручивал чтобы посмотреть будет течь или нет датчик показывает ну не знаю я сомневаюсь что он показывает правильно давление все-таки 06 07 почти как бы тот датчик показывал с течью это чуть выше 0 2 ну в общем в любом случае компания мне помогла разобраться с этим датчиком вот молодцы оперативно все ответили все подсказали все рассказали вот я понимаю что датчики эти все-таки не совсем надежно их надо менять но повторюсь ребят меняйте только после того как закончится гарантийность обслуживания потому что чтобы не было чтобы не возникало потом какие-либо вопросов что все таки не заводское оборудование установлено это может повлиять на гарантию так сейчас я заглушу посмотрим ну или сейчас посмотрим если какая-либо течь пока вроде все хорошо я думаю проблема решена вопрос можно закрывать так дорогие друзья датчик заменил течь устранена датчик буду менять по стечению карантинного срока обслуживания трактора и вообще наверное в общем все датчики я думаю потом надо будет поменять на более надежные и точные дабы показатели были правильные достоверные потому что все таки есть у меня сомнения что они будут показывать правильно ну не знаю это лично мое мнение напишите пожалуйста в комментариях стоит ли доверять китайским датчикам или нет в целом и каким то может все таки стоит доверять ну вот датчик заменил проблема устранена сейчас у нас погода вроде позволяет будет буду заводить продолжать обкатку на этом все спасибо за внимание спасибо что смотрите меня спасибо за ваши комментарии лайки подписку вот всем удачи всем хорошего дня да пребудет с нами сила земли до свидания до свидания